Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие наши подписчики, дорогие друзья Новиков Скул. Мы продолжаем серию прямых эфиров, которые посвящены запуску направления инноваций в Новиков Скул. И сегодня у нас еще один интересный гость, которого я уже очень скоро вам сообщу. Итак, в двух словах расскажу небольшую предысторию, предпосылку. И в этом году в Новиков Скул очень много обновлений, очень много всего нового. И я куратор направления маркетинг и развития бизнеса. Если кто меня не знает или не узнал, меня зовут Ирина Авруцкая. Я куратор направления маркетинг и развития бизнеса в Новиков Скул. Я запускаю направление инноваций. И сегодня у нас очередной эфир, на котором мы поговорим с нашим гостем, с Геннадием Юзефавичесом, очень известным журналистом, гурманом, человеком, который все знает об искусстве гастрономии, о том, как это происходит в лучших ресторанах мира. Поговорим об искусстве гастрономической подачи, о интересных визуально и эмоционально решениях. Мы будем немного рассказывать о курсе «Food Art. Еда и искусство», который пройдет у нас в Новиков Скул с 1 по 3 февраля, и на котором Геннадий у нас тоже выступает с интереснейшей лекцией. Я подключаю Геннадия. В направлении инновации у нас много курсов планируется. В самое ближайшее время у нас стартанет первый курс R&D. Это про разработку продуктов, про, в принципе, инновационный подход к бизнесу, про то, как новые продукты и новый подход к технологии может помогать вам управлять экономикой бизнеса. Затем у нас будут курсы по технологии. Технологии еды тоже очень интересное направление. Скоро появится уже анонс на сайте. И курс, о котором мы рассказываем сегодня, это курс «Food Art. Еда и искусство». Он будет проходить с 1 по 3 февраля. Мы очень ждем возможности провести этот курс именно в оффлайн-режиме, потому что в нем будет действительно очень много... Так, секундочку, Геннадий просит подключить его. Мы очень надеемся, что этот курс у нас пройдет именно в оффлайн-режиме, потому что этот курс действительно очень такой визуальный, очень тактильный. Лучшие шефы и специалисты будут преподавать на нем. Здравствуйте, Геннадий. Привет. Привет. Я уже немного начала рассказывать про наш курс, про те симпатичные лекции, симпатичные занятия, которые будут проходить на нашем курсе. Очень хочется, чтобы он был таким живым и тактильным. Все время хочу это слово сказать, потому что мы сможем потрогать образцы посуды, мы сможем поработать со светом, мы сможем поработать непосредственно с подачей. И вот как раз сегодня с Геннадием мы договорились поговорить о том, что такое искусство гастрономической подачи, вообще из чего это состоит, как с этим можно работать, как можно этим управлять. Итак, мой первый вопрос, Геннадий, что такое искусство гастрономической подачи вообще, как это можно сформулировать? Ну, не секрет. Я думаю, что в ресторанной подаче не только вкус блюда, не только его характеристики, как органолитические характеристики влияют на восприятие, но и то, как блюдо подано. Тут мы не открываем никакой ни Америки, ни даже никакой Вологды. Блюдо должно быть красивым. При этом сегодня мы находимся в ситуации, когда социальные сети играют значительно большую роль, чем традиционные медиа, чем традиционная реклама. Поэтому, если ресторатор, шеф хотят, чтобы их ресторан занял достойное место в рейтинге популярности, чтобы к ним шли люди, они должны способствовать тому, чтобы их ресторан присутствовал в социальных сетях. Опять же, не открываем секрет. Но дальше мы понимаем, что именно то, как выглядит тарелка, но не только это, а именно то, как устроен свет, который освещает тарелку, от этого зависит то, как тарелка с этим блюдом, а значит, и ресторан может присутствовать в социальных сетях. Более того, ведь существует сейчас целая профессия, да, дизайнера по свету, который учитывает все эти нюансы, учитывает то, что телефон, которым инфлюенсер снимает блюдо, не должен давать тень, он должен учитывать то, что под каким углом, какой яркости, какой цветовой температуры, какой свет идет на блюдо, он должен учитывать соотношение блюда и цвета фарфора. Он должен все это учитывать. Вот, так сказать, как это не ужасно звучит для владельца простой остырии, для владельца простого бестро, где подают бесхитростную и прекрасную еду, но современный файндайнинг или нео-бестро, или все что угодно. Все эти современные нео и так далее заведения должны думать об Инстаграме, должны думать о ТикТоке, должны думать о чем угодно, что поможет им в бизнесе. Поэтому, ну вот, так сказать, в общем, ответ такой. И, естественно, есть второй слой этой истории, второй слой этой проблемы или второй слой этого вопроса. Потому что, ну, знаете, я в Москве, например, за последнее время, ну вот был в каком-то количестве новых мест или мест, в которых поменялся шеф или еще и так далее. И я понимаю, что иногда новое место не очень понимает, скажем, интерьер не всегда соответствует подаче блюда. Вот эти весы, они как бы, они разбалансированы. Например, интерьер говорит о том, что это, я захожу, я вижу файн-дайнинг, да, в интерьере. А блюдо мне подают вкусное, прекрасное блюдо. Но это блюдо, ну, например, что-то такое, что у меня не ассоциируется с файн-дайнингом, а ассоциируется с необистро. Это будут прекрасные в стиле японцев, работающих в Париже, это будут прекрасные какие-нибудь бараньи мозги, да, понзу, а, так сказать, и подано это в керамической, в керамической тарелке, которая для меня никак не соответствует уровню ресторана. Тут масса каких-то историй, которые сегодняшний повар должен быть художником, да. я смешно сказать, например, я давно знаю шефа Владислава Корпусова, да, я никогда так и не попробовал в большом объеме вот его еду, его сет, но я знаю его как человека, который привлекает меня всегда, например, его инстаграм, его блюдо, всегда с идеальным, так сказать, идеальным видом. Мне уже кажется, мне уже кажется, что это, что это дико вкусно, потому что я в данном случае я ем глазами, и второе, то, что, так сказать, мне важно, я вижу, с каким это вкусом сделано, вкус здесь, в данном случае, второе значение вкуса, да, не атомалитическое, а стиль. Да, стиль. Вот, собственно говоря, одну в общих чертах ответ на первый вопрос. Это, на самом деле, очень интересно, и вот те примеры, о которых вы говорите, они тоже очень интересны, и в частности, когда вы говорите о том, что дизайн, интерьер соответствует или не соответствует подаче, это дает мне, в частности, понимание, потому что гастрономическая подача, это не только то, что у нас на тарелке, да, не только то, как на этот продукт выставлен свет, не только та тарелка непосредственно, которую мы используем, та посуда, которую мы используем, но и сочетание этого продукта с интерьером и атмосферой, то есть, по сути, гастрономическая подача это в тёмне, да, как это не ужасно, но то, что можно делать в сельском прекрасном ресторанчике, в какой-нибудь английской глуши расположенном, то нельзя делать в ресторане, который претендует на файн-дайнинг, у которого, так сказать, интерьер файн-дайнинговый и так далее, и так далее, тут абсолютно, ну, хороший шеф и хороший ресторатор, который работает с ним в связке, лучше, если это один и тот же человек, как в случае братьев Березуцких или как в случае Арслана Бердеева в Петерсенберче или ресторана Дима Блинова, когда шеф и ресторатор соединяются в одном лице и когда когда это все работает как бы, так сказать, изначально задумывается в, так сказать, не надо, не нужно согласование, да? А вот очень интересный момент, да, который у меня возник, вопрос, который у меня возник, это мы говорим про гастрономическую подачу блюда, тарелка, декор, стола и так далее и говорим про интерьер, да, и говорим про сочетание, ну вот если так абстрактно подумать, что имеет на гостя больше, ну, больше производит впечатление? Это интересный интерьер, ну вот в целом, да, то есть что больше оставит, наверное, воспоминания и впечатления? Это интерьер? Или все-таки если развести эти два элемента и сказать, окей, мы сфокусируемся на чем-то одном? Что у вас предложение ресторана Пушкин на вас московского оказывает наибольшее впечатление? Театральный интерьер, театральная подача или вид блюд или то и другое третье, да, там, в данном случае, там, скажем, у Делоса это всегда решается комплексным методом, он, вообще говоря, он ресторатор-режиссер, для него важна постановка, для него важно, для него ресторан это сцена, да, поэтому для него важно первое, второе, третье, мы все помним историю, когда открывался Турандот, ее рассказывали из уста в уста, Леша Тимин, по-моему, описал в журнале Еда тогда, когда комплект подстановочных тарелок, которые, на которые не кладется еда, которые стоят, пока не пришел, гость не сел за стол, и потом у него ее убирают, да, это просто, так сказать, декорация, чистая, так вот, мы знаем, что любой полиграфический продукт достигается печатью четырьмя цветами, любой цвет, ну, плюс, например, еще отдельно печатается золото или серебро, то есть, максимально, ну, как бы, есть шесть полиграфических цветов, четыре, которые смесь всего, ну, и плюс там золото, серебро, вот, тарелки ходил такой по Москве, я не знаю, насколько он был точен финансово и так далее, что Делос потратил полмиллиона долларов или евро на комплект подстановочных тарелок, потому что там было восемь цветов, что, в принципе, ну, такая абсолютно, то есть, там еще вручную какие-то, то есть, это была такая абсолютная вещь в себе, это абсолютное искусство, да, и, так сказать, мы сейчас не обсуждаем вопрос, насколько это необходимо, насколько это было необходимо для жизни ресторана Турандот, да, но это, так сказать, сами по себе такие примеры, они заслуживают внимания, они, так сказать, заставляют нас задуматься о том, что происходит. Но я так понимаю, что это был век до Инстаграма, да, это был период до Инстаграма, когда... Ну, это был вообще век других денег, это был век до Инстаграма, это был век, когда еще существовал в бумажной своей версии журнал «Еда», много воды с тех пор утекло. Да-да-да, но это, конечно, очень интересно, потому что сейчас бизнес, ну, не может позволить себе гулять настолько на широкую ногу, как это было 10 лет назад. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу, да, но с другой стороны, тогда были интересные примеры той гастрономической подачи. Хотя мы знаем, мы знаем о планах компании Бориса Зарькова, White Rabbit Family, открыть в скорости ресторан «Красота», который сначала был фодой «Красота», а теперь просто вроде «Красота», в котором медийную, мультимедийную, картиночную начинку делает прекрасный Антон Нинашев, который знаменит своими заставками для Первого канала и работой на Олимпиаду и так далее, так далее. Человек, наверное, один из самых тонких с одной стороны людей визуальных в стране, с другой стороны невероятный гурме и любитель кухни и человек, который проводит в Японии любую свободную минуту и в день можно, по-моему, в Москве по 3-4 раза где-то пообедать и всегда это делается с расстановкой. Так вот, он занимается визуальной частью, а Владимир Мухин занимает бестерномической частью, поэтому в определенном смысле эти времена ушли, с другой стороны они просто они не ушли никуда, они просто по-другому сейчас не тратят люди на подстановочный комплект подстановочных тарелок, а тратят на фарш, который может быть стоит куда дороже, чем те самые пресловутые тарелки, мы не знаем и мы не знаем как все это будет работать, будет ли работать и так далее, но с большим интересом ждем этого, потому что там конкурировать с придется Мухину или кто там будет шефом в этом ресторане, придется конкурировать не с неудачно выставленным программным светом или еще чем-то, а целым комплексом, ну мы знаем рестораны такого типа, например, в прошлом году в июле открылся ресторан алхимик алхимист в Копенгагене, который тут же получил две мишленовские звезды, на которые было потрачено 15 миллионов евро, и это ресторан, в котором постоянно что-то происходит в смысле картинки, огромный купол накрывает зал, в котором бесконечная, как лента Мебиуса, стойка, за которой сидят гости и приносят такие же странные блюда, как и ресторан, в котором они сидят, например, подача одного из блюд происходит, тебе приносят на стол максимально приближенную к натуральной человеческую голову, снимают, делают трепанацию этой головы, снимают, она сделана из силикона, снимают верхнюю часть этой головы, там в голове в мозговой коробке, в черепной коробке лежит собственно блюдо, которое ты должен съесть, такое вот, так сказать, или там тебе приносят практически в формалине мозг лежащий, который достают, отрезают от него кусочек и тебе сервируют, то есть там там все от картинки на куполе до того, как выглядит стол, до того, как выглядят блюда, но, что интересно, там в столе, который, это большая единая стойка, которая регулируется, смотря сколько, так сказать, сегодня будет гостей, проделаны маленькие дырочки, в каждую из этих дырочек может быть воткнут вот такой значит, световод, и, собственно говоря, когда ждут гостя, ему сервируют место и туда втыкают этот световод, то есть ко всему прочему тебя обеспечивают идеальным 100 грамм светом на свое блюдо, в театральной абсолютной обстановке с общим затемнением тебе приносят тарелку и она с черным фоном и только две руки шефа, которые сервируют тебе в черных перчатках на черном фоне и это кусок мозга там, предположим, высвечиваемый очень точным по температуре, по направлению и по силе света светом устроенной подсветки, то есть там все продумано до таких мельчайших деталей, мелочей, когда блюдо как таковое становится не только блюдо, это еще и стейтмент, потому что у тебя всегда про это блюдо расскажут, что, например, этим блюдом мы выступаем за гендерную равенство в мире, а этим блюдом мы выступаем за, так сказать, против пластика в мировом океане и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже тренд, то есть это продукты, которые делают заявления, которые выражают общественную позицию шеф-кобра, рестораны, команды, это очень на самом деле. У нас, по-моему, никто еще не начал. Мы его сами научились, то, что он рок-звезда, он поверил, он стал не просто готовить гусиную печенку, он стал этой гусиной печенкой еще и решать общенровые проблемы. Он стал этой рок-звездой, которая со сцены пытается нам выдать какие-то вещи, о которых мы, может быть, и не думаем. Это на самом деле очень крутая тема, потому что у нас на курсе как раз есть один блок про создание концепции блюда, про то, где искать вдохновение, как определить концепцию, как сделать не просто блюда, продукт и так далее, а как рассказать историю. А это уже следующий уровень в этой концепции, не просто рассказать историю, а сделать заявление, изменить мир или внести свой вклад. Это, конечно, тоже интересный момент, я прям даже себе в записке написала, что нужно добавить некий блок, лекцию, что-то блюда, как заявление, как социальный акт, это вообще очень, на самом деле, актуально. Это не просто яйцо, это яйцо заявления. Да, это очень круто, здорово. По поводу алхивиста, это вообще просто по сердцу ножом, потому что я уже два раза в этом году переносила свою бронь, сейчас она стоит на декабре, но я боюсь, что придется снова ее переносить, но если я так и не смогу посетить алхимист, я знаю точно, кто мне расскажет, и я почувствую себя именно там. Я был там дважды. Да, это, конечно, очень интересно, мне тоже очень хотелось за этот год посетить как можно больше инмерсивных ресторанов, таких вот как раз с погружением, с такими глубокими эмоциями, потому что действительно двадцатый год он об этом, и несмотря на то, что мы сейчас временно лишены возможности путешествовать и посещать все рестораны, которые мы хотим, он все равно об этом двадцатый год, он все равно о новом опыте, более интерактивном, более, не знаю, 4D, 5D, много-много, гранном, объемном, и как раз вот об этом мы очень много будем говорить на курсе, будем говорить и про свет, да, про свет, про светодизайн, и отдельно тоже мне себе заметочки написала, как выставлять свет для инстаграма, и вот эту вот лампочку, да, тоже обязательно об этом подумаем, пока мы беседовали, у меня возник такой вопрос, даже не вопрос, а, наверное, ну, скажем, тема, ведь гастрономическая подача это не только про высокую кухню, гастрономическая подача может быть в кафе, в кофейне, да, то есть красиво поданное блюдо одно и то же на вот этой тарелке или на другой тарелке с этим светом или с другим светом, как оно выложено, да, какой декор, очень же большую разницу подача может составлять даже в демократичном заведении. Есть это по-моему, что это меры? Она может быть где угодно, и, более того, в демократичном заведении даже больше возможностей, потому что в файн-дайнинге вряд ли мы предложим, мы, ну, как бы там, я не знаю, простая тарелка глиняная, простое заведение может позволить себе все, да, может поставить и лиможескую тарелку, и северскую фарфор, и может и алюминиевая миска, да, все-таки у файн-дайнинга больше, больше каких-то ограничений, да, больше ограничений, да, и больше условностей. С другой стороны, ну вот, например, мой, опять-таки, возвращаясь к иммерсивным ресторанам, самый великий, я считаю, иммерсивный ресторан на свете, ультрафиолет, ультравайлет, в Шанхае, французского шефа Поле Порре, который, я считаю, что Мишлен пришел в Шанхай исключительно из-за него, чтобы дать ему три Мишлен-звезды, потому что этот ресторан, это абсолютно образцовый ресторан, три Мишлен-звезды даются тому ресторану, который заслуживает путешествия, точка, отдельного, вот отдельного путешествия в Шанхае, я его сделал в прошлом году, заслуживый ресторан Поле Порре ультравайлет. Ты, ну, это вся история того, как тебе преподносят блюда, начинается в одном простом ресторане на Бунде, куда ты должен прийти, к определенному времени, где стол на 10 человек, где ты садишься за этот стол, и у тебя аперитив, ты ждешь, пока берутся все 10 человек, вам какие-то интересные, странные блюда, а потом вам чуть ли не завязывают глаза. Тех десятерых ведут на автостоянку, где вы садитесь в микроавтобус на 10 человек с затемненными окнами, и вас везут через весь город куда-то, потом выпускают из этого автобуса, вы оказываетесь на внутренней автостоянке, ну, вот, многоэтажной, на одном этаже автостоянки, среди таких же машин и так далее, и металлическая дверь, рядом с которой висит три мишленовские звезды. Дверь слязгом отъезжает, и вы входите в помещение такого грузового лифта, который никуда не едет, у него просто закрывается эта сторона, и открывается другая сторона, и вы оказываетесь уже в трехзвездочном ресторане, и дальше вас заводят в некое помещение, где зажигаются, где стоит один стол, где зажигаются десять лампочек над этим столом, и эти лампочки высвечивают имена гостей, где ты должен найти имя Геннадия Зифовича, и там будет твое имя и меню, которое ты сегодня получаешь. И дальше это комната с белыми стенами, в которой стоит стол, которые светят ультрафиолетом вот эти надписи, и вдруг начинается что-то такое на стенах иммерсивная история, и потом отъезжает одна из стен, и за этой стеной кухня, где огни, где тебе готовят первое блюдо, ты первый раз видишь шефа, тебе она закрывается, тебе выносят это блюдо, и так далее, и так далее. И тебе все время какая-то история происходит, история, которую рассказывает шеф. И например, основное блюдо, оно сделано в виде уличной кухни китайской, китайской улицы, и поэтому когда одна из стен тоже отъезжает, там оказывается за этой стеной китайская улица, где стоят вот эти вот уличные торговцы, и тебе дают пластиковый поднос, ты с этим пластиковым подносом идешь, тебе накладывают там что-то такое, бум-бум-бум, какой-то там бан, в него значит там мясо, там то все пятое-десятое, ты возвращаешься с этим подносом, и ты ешь с подносом. То есть трехзвездочный ресторан, который абсолютно свободен, тебе могут на пластиковом подносе в картонную тарелку сервировать блюда, а тебе могут его так, сяк, эдак, и тебе при этом наливают какое-то фантастическое бордо, и так далее. То есть если уж ты берешься за вот эту иммерсивную историю, то ты должен делать так, как там делается она, а при этом надо понимать, что там вот в алхимике я этого не чувствовал, но там у Поля Форре главной все-таки остается еда. он, конечно, придумывает кучу вот таких гэгов, он придумывает он тебя, так сказать, в театр такой отправляет, но еда безупречная, ее не только подача, но и сама еда, да, а когда мы, так сказать, возвращаемся к началу нашего разговора, когда интересно подача, когда безупречен инстаграм свет, когда очень красивые тарелки, на ней очень красивая еда, но ты пробуешь и тебе не нравится, конечно, все это, все усилия пропадают в ту же, конечно, еда должна быть главным, зачем ты приходишь в ресторан, конечно, и поэтому ресторан типа парижского амбруази, трехзвездочного амбруази, где, ну, наверное, лучшего сейчас парижского, значит, одного из лучших в мире ресторанов с тремя звездами на пляс Де Вож, где идеальная, безупречная французская кухня, за которой ты туда приходишь, да, там все красиво, там все безупречно, и в том числе и с точки зрения инстаграма, если ты пришел на ланч, и у тебя просто натуральный свет из окна, но пусть наши дорогие друзья слушатели не забывают, что главное это все-таки это еда, но интересный факт, что я заметила, да, что ведь одна и та же еда, разная подача, она воспринимается по-разному, это, конечно, супер субъективно, но человек же по-другому будет чувствовать вкус очень простой пример в этом смысле прекрасный бокал и в нем хорошее шампанское в данном случае это французский бокал Sidonius специально придуманный он называется Universal для любого белого вина или шампанского или игристого или сладкого и так далее и в нем прекрасный дойц все безупречно и ты абсолютно органолептический как угодно ты чувствуешь прелесть если оно доведено до хорошей температуры до важной нужной а теперь представим что это граненый стакан а теперь представимся что это бумажный стакан а теперь представимся что это кружка для чаши а теперь представимся что это столь же прекрасный бокал но абсолютно светлый цветонепроницаемый черный я привел несколько примеров и в каждом из них то же самое шампанское будет ощущаться абсолютно по-другому это факт и вот переходя от кейса к практике ведь действительно гастрономическая подача это не просто про красоту как таковой и не просто для того чтобы создать инстаграм и там кто-то это сфотографировал ведь гастрономическая подача и продуманная подача она позволяет продавать лучше продавать дороже и психологически гость получит больше удовольствия от этого блюда ну наверное если это только не техасский так сказать миллионер который просто любит на тарелку с большим стейком и отдельно тарелку с картошкой овощами да ну так сказать и ему вот это лучшая подача ему нет другой для него не существует другой подачи это вилка и острый нож большой 400 граммовый стейк ну безусловно я как раз говорю про свои скажем так в основном когда мы работаем я в основном работаю в первую очередь с ресторанами демократичными с демократичными сетями да то есть такой casual upper casual и каждый раз когда мы меняем посуду на более актуальную на более современную поменяем немножко подачу немножко где-то там добавляем элемент шоу вот наливается суп из специальной емкости при гости чуть-чуть буквально вот этими элементами это все без изменения самого продукта очень сильно приподнимает восприятие ресторана уровень ресторана ведь так да и для меня до сих пор иногда загадка почему многие рестораторы вкладывают огромные миллионы и миллионы в стены да в тот момент когда на столе абсолютно безликая посуда не очень интересные детали то что действительно влияет на на продаже на самом деле да вот что касается подачи да тут наверное важно не уйти в перебор какой-то потому что многие пытаются собрать много-много-много идей да с разными какой-то с элементами интерактива с элементами какой-то какого-то шоу сухой лед или еще что-то да я помню что раньше это все было очень востребовано это все было очень модно да очень много каких-то разных штучек мулек сейчас шефы больше идут в минимализм так вот как найти вот этот правильный баланс да как не переборщить с интерактивом на столе в прямом смысле не переборщить да слушайте мне кажется что когда мы дойдем до того что мы будем ходить на пельмени к этому шефу на котлету к тому шефу и мы именно будем ценить вкус блюда и качество продукта все остальное конечно станет на нас но мы не должны забывать что все равно файндайнинг это соединение и если вдруг ресторатор или шеф решает играть в файндайнинг он должен конечно же понимать мне тоже непонятно стремление московских рестораторов вбукивать какие-то адские миллионы в интерьер мне тоже это непонятно когда так сказать лучшие рестораны в которых мы были это либо рестораны просто с историческими интерьерами либо это рестораны в которых в интерьер вложено по минимуму я в этом смысле вспоминаю историю одного знаменитого нашего архитектора которые по 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 дружбе друзья попросили сделать ночной клуб это было в начале нулевых и тогда это была очень актуальная тема и так далее и они говорят ну знаешь только у нас вот денег вот столько-то и не копейкой больше он говорит ну хорошо я сделаю вам клуб это было условно и 100 рублей да он потратил 20 рублей из этих 100 на то чтобы очистить помещение просто ну ободрать там какие-то старую краску вычистить грязь там и так далее просто помещение вычистить вот так сказать доскоблить до старой краски да там до старых обоев старой краски а остальные 80 копеек 80 рублей он потратил на на туалет в этом заведении он сделал супер дорогой супер современный фантастический туалет на который ушли все деньги фактически и заказчик так сказать покрутил виска но уже было поздно так сказать это был сумасшедший успех потому что ну так сказать в ночном клубе с разными целями в туалет ходят все и так сказать и люди видят так сказать невероятные деньги вложенные в туалет и они понимают что эти стены которые они видят ободраны на них потрачено по московским по московскому сценарию потрачены какие-то хулиарды просто такие что вот это добивались я не знаю привезенные из Франции японские маляры которые просто вот восемь лет пытались воссоздать так сказать ощущение какого-то покинутого подвала из которого только что ушли бомжи вот это так сказать это большого класса история да и большого класса интерьерный подход но возвращаясь к ресторану конечно ну слушайте я в данном случае поклонник японского конечно подхода да мы знаем что что такое суши ресторан высокого класса да высокий класс так сказать не все понимают вообще зачем платить 300-400-500 долларов за макасэ сет в суши ресторане если можно пойти в конвейер суши японский и там заплатить 20 долларов действительно любые суши в Японии самые дешевые будут лучше самых дорогих не в Японии но если ты хочешь испытать райское наслаждение ну тебе надо пойти так сказать в суши ресторан высокого уровня как строится подача блюда как строится интерьер высокого уровня суши ресторан все деньги вложены в во что стол в стойку да стойка который делается из очень дорогого кипариса или кедра это всегда один кусок то есть если это достаточно длинная стойка это дерево туда заводится еще до того как сделали крышу стены и так далее это всегда очень тонкая обработка этого дерева а дальше ну как у тебя нету приборов суши ресторане высокого уровня едят руками тебе дают суши кладут а дальше это может быть просто ну обычно ну как-то какая-то замысловатая тарелка предположим да которая перед тобой ставится или это может быть камень это может кусок фарфора это может кусок дерева который просто после каждой подачи просто вот так тряпочкой раз протирается но тебе суши мастер кладет перед тобой и ты так же берешь пальцами и отправляешь себе в рот потому что в этом ресторане нет никаких соусов которые ты должен окунать нет никаких палочек которыми ты должен пользоваться у тебя есть руки у тебя есть бокал с саке все у тебя больше ничего нет в данном случае есть только два компонента это фантастической красоты из натурального дерева стойка и все сконцентрировано на красоте самого блюда самих суши ну и естественно что органолептических свойствах этих суши они должны быть верной температуры они должны рассыпаться они должны быть потрясающего качества рыбы там и так далее ну и композиция самого макасесета то есть но в данном случае подача ну он плевать хотел конечно на инстаграм более того во многих суши ресторанах просто запрещено снимать не потому что шеф боится что какие-то его секреты будут раскрыты он просто не хочет чтобы китайский турист тратил 5 минут на фотографирование суши которая просто развалится за это время во первых во вторых она будет уже не той температуры и в третьих это все нарушает встроенный ход сета за всей стойки потому что если один съел сразу а второй 5 минут фотографирует то тому кто съел сразу он же подает одновременно всем ну то есть это меняет сценарий всего действия чего японский шеф категорически не хочет вот такая история ну то есть и японский минимализм и полный запрет на фотографирование это искусство гастрономической подачи да и алхимист с глубокой театрализации всего и вся это это другая крайность искусства конечно они они так сказать это крайности одной и той же истории право и лево одной и той же истории и на самом деле мы тоже об этом будем очень много говорить будем говорить о разных подходах и у нас на курсе Женя Викентиф как раз у нас на прошлой неделе был сним эфир Женя большой мастер красивой подачи это точно мастер идеальной подачи то что он сейчас делает в Белуге вот это его знаменитая цветная капуста или скумбрии или все это все с большим Женя художник Женя вообще так сказать мастер безупречной подачи да да когда мы с Женей договаривались об этом курсе он еще не был в Москве и через несколько недель пришли новости что он теперь в Москве и в Белуге мы про себя очень тихо тихо порадовались и улыбнулись этому факту да это приятное совпадение на прошлой неделе мы как раз с ним общались тоже в эфире и да кстати дорогие зрители вы можете этот эфир посмотреть он сохранен и сегодняшний эфир у нас тоже будет сохранен и мы с Женей разговаривали как раз об эволюции его стиля потому что несколько лет назад его подача была довольно сложная экспрессивная с кучей разных деталей сейчас он больше стремится к минимализму к простоте к натуральности да да и во вкусах он стремится к тому же потому что он пытается тремя-четырьмя ингредиентами высказать то что история что сложнее всего потому что ну намешать так сказать целую там какую-то Евгения Онегина на тарелке это в общем не так сложно ну побросал всего да а вот когда у тебя есть условно говоря там тахини цветная капуста и там красная смородина черная смородина сделать из этого полноценное блюдо которое будет сбалансировано по вкусу по текстуре и так далее и так далее это вот это и есть искусство шефа и в том числе искусство подачи которым Женя как мне кажется овладел хотя интересно что сейчас ему предстоит трансформация потому что из-за такого так сказать рок-н-ролльного Гамлета и Джекса да он переместился ну в оплот московского файн-дайнинга ресторан который так сказать знаменит своими завтраками с черной икрой и конечно же стиль в том числе подачи будет претерпевать изменения потому что ну ты не можешь на с видом на Кремль на керамической тарелке то же самое что и в Гамлете подавать даже одно и то же блюдо то есть тебе надо уже думать как это так сказать совместить с общим стилем ресторан то о чем мы сегодня уже не раз говорили да но Женя он действительно большой большой художник да мы тоже как раз говорили с Женей об этом и о том как его стиль будет меняться в связи с его новым местом с концепцией в которую он сейчас погружен это тоже очень интересный факт потому что мы знаем что есть шефы которые со своим стилем со своей подачей ходят из одного проекта в другой не меняясь и ну это немного выглядит так скажем странно да как будто какой-то элемент вырезали и перенесли в другой концепт и конечно очень здорово когда шеф пропускает через себя концепцию пропускает себя введение ресторатора в том числе и и может создавать каждый раз на каждом месте что-то чуть-чуть новое тем самым и себя развивая что очень важно на самом деле и я кстати хочу сказать про наш курс фударт можно подумать что гастрономическая подача это искусство шефов но по большому счету и ресторатор имеет прямое отношение к этому к этому процессу и зачастую бывают и управляющие которые действительно прикладывают свою руку к тому чтобы продукт получился красивым впечатляющим эмоциональным сейчас все больше и больше на рынке маркетологов которые действительно погружаются в эти детали и вместе с шефом продумывают как это будет выглядеть поэтому хочу на всякий случай для интересующихся отметить что курс совсем не только для шефов это курс такой скажем научно-популярный скорее даже популярный и любой человек который в ресторанном бизнесе развивается и работает я уверена найдет очень много интересного для себя потому что как мне кажется практически каждому человеку такого топ уровня очень полезно понять что такое гастерномическая подача как создавать концепцию как подбирать посуду как подбирать свет и вот эти все детали и как они влияют на самом деле потом на усыпление гостя посуда вообще очень важная и очень интересная история потому что мы собственно с вами говорили и я пообещал даже прочитать лекцию по этому поводу про историю фарфора я просто тут маленький райель в кустах вот у меня есть например в моей коллекции вот такая тарелка это Китай это династия Сунь ну это примерно 10-11 век нашей эры то есть этой тарелке тысячу лет и это первый такой вот первый тонкий фарфор который стал делаться именно при династии Сунь потому что до этого фарфора не было была керамика а это именно так сказать звенящая коалиновая уже история просто ее ко всем прочим не умели не умели декорировать не было еще понимания как можно делать цвет была только цветная глазурь в данном случае саладоновая глазурь чуть зеленоватая такая вот и интересно и декорация была только вот так сказать в ее вырезали ножом по незасохшему еще необожженному тесту да и интересно от этой тарелки вот такой прота прота гастрономической тарелки которую очевидно как ее покрывали глазурью очевидно как ее сжигали очевидно ну вот интересно от нее провести параллель к современному современной посуде современному фарфору и мы постараемся это сделать мне кажется это будет интересно это очень очень здорово на самом деле такие вещи в онлайн формате сделать невозможно да это все очень тактильные вещи это все очень вещи которые хочется потрогать которые которые я на самом деле дам потрогать тем кто мы будем оффлайн да конечно это просто фантастика для тех кто может быть не уловил всех нюансов Геннадий тоже будет преподавать у нас на курсе расскажет про тысячелетнюю историю фарфора и мы сможем прикоснуться к этим уникальным образцам и почувствовать как это делали тогда и сравнить с тем как это происходит сегодня кстати про современную посуду и про сочетание современной посуды с блюдом будет говорить Тимур Абузяров основатель кинамики Рамикс уже очень очень замечательный шеф тоже художник и как раз мы сможем провести параллель между прошлым и настоящим заглянуть в будущее подумать о том какая подача как будет развиваться подача в ближайшие годы и в файндайнинге и в демократичном сегменте я думаю что здесь очень много инсайтов которые мы уже где-то ощущаем и сможем с вами обсудить сможем с вами поделиться и что-то проработать вместе ну что же я думаю это успех очень много важных моментов мы сегодня обсудили спасибо большое геннадий за участие спасибо большое за участие в курсе и я обещаю что мы добавим блок про блюда как социальное заявление мне кажется очень ценно и актуально уже сейчас начнем прорабатывать если геннадий у вас есть идеи кто из шефов может об этом лучше всех рассказать я с удовольствием с ним пообщаюсь а может быть не из шефов кстати может быть кто-то из мне интересно послышать шефов все-таки ну супер спасибо большое дорогие друзья что вы были с нами конечно эфир мы сохраним и на следующей неделе у нас будет еще один очень интересный эфир будем говорить про про тренды про то как их анализировать как отслеживать присоединяйтесь к нам спасибо геннадий спасибо всем друзьям хорошо до свидания до свидания